Подключаем к нашему эфиру политолога Владимир Офисенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотим поговорить с вами вот о чем. Министр иностранных дел Украины назвал место, которое занимает Россия в совбезе ООН, вот это вот кресло, да, ну, кресло не в прямом смысле слова, троном безнаказанности. Можете объяснить, почему он так сказал, как Россия использует свое положение и для чего? Ну, это, конечно, такая публицистическая формула, но в чем проблема? Я напомню, ну, наверное, может быть, не все знают, но Россия, как и еще четыре страны, кроме нее, имеет статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. И это дает еще право вето на любое решение Совета Безопасности. Образно говоря, что такое Совет Безопасности? Это такой вот постоянно действующий орган, который может принимать самостоятельно решения, которые касаются вопросов международной безопасности. Вот есть Генеральная Ассамблея, это, знаете, как вот такая сессия парламента всемирного. Собираются раз в год лидеры стран, чаще представители стран и голосуют. Вот, в частности, вот неоднократно голосовались резолюции в осуждении войны России против Украины и в поддержку Украины. По Крыму голосовались резолюции, но на Генеральной Ассамблее это можно принять. И, кстати, вот резолюции в поддержку Украины поддерживают, как правило, две трети стран-членов ООН. А на уровне Совета Безопасности невозможно принять решение, потому что Россия блокирует любое критическое решение. Даже то, которое не предусматривает каких-то конкретных действий, а просто осуждает действия России, как страны-агрессора. Это решение Россия витирует. И Россия стала вот за последние годы рекордсменом по использованию права вета. В принципе, это право, оно предусматривалось в свое время, как такой инструмент баланса интересов великих держав. Ну, еще во времена Холодной войны. Ну, были, с одной стороны, Соединенные Штаты, Англия, Франция. С другой стороны, Советский Союз. Ну, еще и Китай. Как бы, вот два противоположных лагеря. И для того, чтобы не было каких-то, скажем так, решений в пользу одного лагеря, было предусмотрено право вета. Но Россия сейчас злоупотребляет этим правом. Тем более, она сейчас стала грубым нарушителем вообще всей системы международного права, устава ООН. Это первый случай вот сейчас, когда страна, постоянный член Совета Безопасности ООН, которая должна быть гарантом, арбитром международной безопасности, она стала агрессором, грубым нарушителем. Это все равно, что, ну вот, просто так вот образное сравнение, знаете, как судья или представитель правоохранительных органов, он сам становится убийцей и насильником. Вот примерно такая же ситуация. Да, поэтому какой справедливости от них ждать? Но проблема в том, что, к сожалению, таким простым способом эту проблему не решишь. Без согласия России ее из Совета Безопасности не вытуришь. Ну это парадокс, а как же тогда? Вот где замкнутый круг. И я сейчас одну фразу добавлю. Даже страны, вине, лидеры западных стран, которые как бы традиционно хотят договариваться с Путиным, ну, например, президент Франции Макрон. Даже Макрон, вот выступая в Мюнхене на конференции по международной безопасности, Белл не скрывал своего раздражения. И он поставил вопрос о реформировании Совета Безопасности, потому что это ненормальная ситуация. Это просто блокирует нормальную работу Совета Безопасности ООН. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вы говорите, уже есть определенная метка изгоя, скажем так, у Российской Федерации, и мы понимаем, что, говоря об ООН, это сложный процесс, когда и подтасовка произошла, определенный Советский Союз на Российскую Федерацию, да, эти таблички поменяли. Но может быть сейчас, когда есть новость из ГАГИ, это станет определенным толчком, каким-то фактором, который вот сдвинет эту ситуацию, и она начнет приобретать новых красок? Смотрите, вот очень правильно вы сказали, и про метку изгоя, и особенно про решение суда в ГАГИ. Потому что решение беспрецедентное, я сейчас поясню, в чем его значение, не только в контексте ООН. Это сенсация не только сегодняшнего дня, на самом деле, и оно очень сильно может повлиять на дальнейшую международно-политическую ситуацию. И вокруг России, и вокруг войны между Россией и Украиной. Вот вы сказали метка изгоя. Ну, такая фраза, вот метка, это, наверное, точное слово, потому что санкции против России, первые санкции, пусть ограниченные, но более-менее чувствительные, не сразу. А вот когда экономические санкции ввели летом 2014 года, после того, как россияне сбили MH17, пассажирский авиалайнер, ввели экономические санкции. Да это были сугубо, я бы сказал, такие символические санкции. Даже несмотря на то, что Россия захватила Крым и аннексировала Крым. Тем не менее, вот мягко отреагировали. Но вот санкции появились, это уже как раз метка изгоя. Но только лишь метка. А вот то, что сейчас появился ордер на арест главы государства. И не просто какого-то государства. Государств почти две сотни в современном мире. Там около двух сотен. Ну, смотря кого и как считать государствами, это отдельная тема. Ну вот в ООН входят почти две сотни государств. Речь идет о государстве, которое имеет ядерное оружие и которое имеет статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. И вот против лидера этого государства предъявлен ордер на арест. Предъявлен Международным криминальным судом. Вот это принципиально важно. Это беспрецедентное решение. Аналогов просто нет в современном мире и в современной истории. И, естественно, россияне не будут его признавать, тем более не будут выполнять это решение. Но это уже не просто метка изоляции. Это такое клеймо. Клеймо. Клеймо токсично. Клеймо нерагопожатности. Конечно, не все будут это признавать. Вообще, вот устав Международного криминального суда, его подписали 123 государства. И, в принципе, на территории этих государств, хотя бы теоретически, Путина могут арестовать. Не все, конечно, на это решатся, но думаю, что и сам Путин вряд ли будет рисковать. И, фактически, вот эта изоляция, она усиливается. Она приобретает уже не просто санкционный характер, а приобретает характер жесткий политико-правовой. Это ордер на арест. Просто для сравнения, по поводу санкций. Это ведь гибкий режим. Приведу конкретный пример. В свое время были переговоры нормандской четверки. Напомню, была такая структура по реализации Минских соглашений, в которую входили Россия, Украина, Германия и Франция. И вот проводили переговоры в Берлине. И вот в санкции, санкции не действовали против глав государств, премьеров, такое правило международное. Против Путина никаких санкций не было. Ну, не было вот такой практики. Не вводят санкции против лидеров государств для того, чтобы оставлять возможности для переговоров. Но под санкциями был Сурков, помощник президента Путина. И для того, чтобы он смог участвовать в переговорах, для него временно приостановили этот режим санкций. А против Путина вообще санкций не было. А теперь ордер на арест. Это, конечно, не просто клеймо токсичности. Это клеймо, пока предварительное, потому что это еще не приговор, это фактически клеймо преступника. Международного преступника. Вот чем важно это решение. Это максимально сужает пространство для каких-то действий самого Путина, для переговоров с Путиным. Потому что какие переговоры с человеком, против которого выдвинут ордер на арест. Да, могут быть переговоры с другими представителями Российской Федерации по разным частным вопросам, но с Путиным нет. И это сужает пространство для каких-то, грубо говоря, договорников с Путиным со стороны тех или иных, например, западных стран. Вот в чем значение этого решения. И на перспективу, я думаю, вот это решение, особенно если оно закончится судебным приговором, оно будет очень весомой предпосылкой для того, чтобы поставить вопрос об изменении статуса Российской Федерации в ООН. А еще более важно в этом плане победа Украины в войне против России. Вот это станет, я думаю, решающим фактором, который может поменять статус России в ООН. И один момент еще добавлю. На самом деле борьба против статуса России в ООН уже ведется. Есть целая группа юристов украинских, международных юристов из других стран, которые поддерживают инициативу. Они выдвинули и продвигают инициативу о том, чтобы лишить России вообще членства в ООН. Поскольку в свое время Россия не выполнила традиционную процедуру вступления в ООН. Она обошла эту процедуру, потому что после распада Советского Союза в обход традиционных правил только лишь по письму Ельцина. Из согласия лидеров стран СНГ на тот момент России дали статус страны-правоприемника Советского Союза. Вот Советский Союз имел вот этот статус постоянного члена Совбеза ООН. Вот и России дали этот статус. Хотя все остальные страны, новые страны, которые возникли в результате распада СССР, в результате распада Югославии, все они проходили процедуру вступления в ООН. Там было решение Совбеза ООН, было решение Генеральной Ассамблеи ООН, а Россия все это избежала. И это тоже формальный повод, чтобы пересмотреть нынешний статус России в ООН. Пока это, к сожалению, только теоретическая возможность, но вот и решение суда в Гааге. И я думаю, как и многие украинцы, абсолютно большинство украинцев надеются на победу Украины в войне против России. Вот это, я думаю, в итоге приведет к изменению статуса России в ООН. И вот как раз нынешнее решение суда в Гааге об ордере на арест Путина, оно может быть очень важным принципиальным решением, которое тоже поможет добиться справедливости в отношении России в ООН. Владимир, я добавлю несколько слов к вашему, к тому, что вы сказали, чтобы наши зрители были правильно информированы. Против Путина таки были введены персональные санкции, это сделала и Великобритания, и США, и Евросоюз именно против Путина. И что еще важнее, сегодняшнее решение Гаагского суда таки имело прецеденты. Путин четвертый президент, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Компания подобралась прекрасная, это президент Ливии Каддафи, также Кот-де-Вуар и, если я не ошибаюсь, Судан. Все люди, в отношении которых Международный суд выносил такие решения, закончили, мягко скажем, не очень хорошо, наверное, справедливо. И вот вопрос, Владимир. Я ведь сказал, да, речь идет не о том, что Путин первый государственный лидер, который получил такой ордер на арест. Нет, я сказал, первый лидер страны, которая является ядерной державой и имеет статус постоянного члена Совета Безопасности в ООН. Вот это беспрецедентно. Это беспрецедентно. Тут прецедентов просто нет. По Путину санкции, скажем так, до 24 февраля вообще санкций не было, вообще не было санкций, только вот нынешнее вторжение. И санкции, скажем так, чисто символические, да. Вот это решение, это не просто, знаете, какие-то ограничения, такие чисто символические, потому что я не думаю, что Путин на свое имя счета в банках имеет западных. А вот это решение об аресте. Это очень серьезно. Да, и что интересно, 120 стран теперь имеют право или обязаны арестовать его в случае, если он в эту страну, в одну из этих стран приедет. Объясните, пожалуйста. Ну, я думаю, что юристы лучше объяснят, 123 страны даже, которые подписали римский статут, который как бы создавал Международный криминальный суд, скорее это имеют право. Скорее имеют право. Будем реалистами, ну, вряд ли какая-нибудь страна Азии или Африки рискнет арестовать Путина на своей территории. Но я думаю, и Путин не будет рисковать. Понимаете? Я думаю, Путин не будет сам рисковать. Вот сейчас, ну, тут вот такой интересный будет момент. Вот действительно, сейчас в открытые вопросы уже начинается дискуссия. Какие последствия? Ну, Россия не будет признавать, но тем не менее. Вот Путин хочет, якобы, и готовят поездку Путина на саммит Большой Двадцатки в Индии. Индия тоже не подписала. Кстати, и Соединенные Штаты тоже не подписали. Но это касается американских граждан. Во всем остальном Соединенные Штаты с уважением относятся к Международному криминальному суду. Да, хотя сами для своих граждан не подписали. Но вот Индия тоже. Индия, Китай тоже не подписали. Однако, вот тут возникает все равно проблема, дилемма. Вот сейчас, я говорю, у Путина появилось клеймо. Клеймо человека, лидера государственного, которого обвиняют в международном преступлении. Именно в международном преступлении. И, конечно, это вызов для уважаемой международной организации, стоит ли приглашать на саммит. Россия является членом Большой Двадцатки. Но вот тут теперь будет проблема. Нужно ли? Это вызовет явный конфликт. Как минимум, это, знаете, такая бомба, мина, которая может взорвать единство. И так там уже проблемы есть из-за России. Они не могут согласовать ни одного документа Большой Двадцатки. А теперь это просто может разрушить организацию. Так что вот, и таких последствий будет очень много на самом деле. Поэтому изоляция, вот про изгоя, можно сказать, клеймо изгоя, действительно, Путин становится не в полном, может быть, смысле. В Китае он может ездить, еще в Иран. Но клеймо международного изгоя у него, и больше того, клеймо потенциального международного преступника. Окончательно, можно сказать, когда будет судебный приговор. Но сам факт ордера на арест, это уже очень серьезно. Поэтому, да, это, знаете, что еще подчеркну? На самом деле, я вот хочу сказать слова благодарности и восхищения мужеством судей Палаты предварительного следствия, международного криминального суда, которые вынесли это решение. Я считаю, что это в том числе и наша победа. Промежуточная пока, но это победа. Очень важная победа в правовом смысле над путинским режимом. Отметим, что Freedom очень много показывал сюжетов в нашем эфире о том, что происходило с украинскими детьми. И про Людмилу Белову показывали ее встречи с Путиным, на которых она предлагала ему эти идеи, законопроекты. Так что можно считать совместная работа. Вам большое спасибо. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог в нашем эфире.